МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не основными своими занятиями я не занимаюсь. А вот чем занимаюсь, это основное. Поэтому и это основное, и музыка основная, и книжки основное. То есть это не хобби? И все это одновременно хобби, потому что я не умею заниматься тем, что мне не интересно. Вот эти все картиночки – это иллюстрации к рассказикам, которые писал журнал «Стой». Я один раз нарисовал что-то, а потом читатели стали требовать, чтобы с каждым рассказом была картинка. Но это стала традицией, которая продолжалась 6 лет. И сейчас, кстати, возвращается. Поэтому как был рассказик, такая была и картинка. Я не помню, чтобы там были какие-то политические темы. Во-первых, я их не люблю. Во-вторых, журнал, ну, совсем не политической направленности. Просто у нас сейчас такие больные головы, что мы видим политику везде. Вот потому что пальцем не дни, там политика. Это неправильно. Вообще нас окружает жизнь. Чем жизнь более нормальная у людей, тем политикам не должно занимать меньшее место. Я стараюсь этим не так. Оригиналы просто… Есть две противоположные точки зрения работы. Есть художники, которые не могут расстаться со своими работами. Они их любят, как детей. И складывают их, и уставляют потом опять. Прячут они, годами пылятся в папках. Есть художники, которые считают, что лучший способ доставить себя сделать что-то новое, это избавиться от того, что у тебя есть. Вот любишь ее – отдай. Что подарил твое. Пусть люди возьмут и повесят на стену. Она будет работать. А ты нарисуешься, ну, здесь, наверное, последние лет, пять-шесть, лет шесть, да. Журнал «Стория» – да, шесть лет. То есть шесть лет это все копилось, и теперь ваши архивы личные, а не пусты. Ну, я уверяю вас, я не все из дома вытащил. У меня много еще работ не связанных с журналами и книгоиздательством, и больших, и пока еще мастерская довольно сильная, безоставная. Вдруг, если поступит заказ на какую-то картину, допустим, кто-то попросит изобразить, может быть, в какой-то ироничной форме себя. Вот вы бы согласились? Я вообще-то не портретист. Вот мой отец, например, он гениально рисовал шарши. Это отдельный талант. Я не думаю, что я его в большой степени обладаю. А рисовать что-то на заказ, честно, это не очень интересно. Это как написать песню на заказ. Ну, вот совсем. Если только тебя, скажем, попросил какой-то гениальный режиссер, перед которым ты преклоняешься, написать что-то для фильма, для спектакля, и ты понимаешь, что ты участвуешь в каком-то коллективном действии, который будет иметь очень хороший результат просто художественный, тогда это может быть интересно. А нарисуй-ка меня, это нарбата, дети, там рисуются. Вчера или позавчера, да, во время Дня города слышали песни, которые слышались многие десятки лет назад и продолжают слушаться. Я сам, в общем, не противник ретро. Я сам очень люблю старый джаз, я люблю старые советские песни, среди них были гениальные песни. Но черт возьми, кроме них ведь существует что-то еще. Мы все-таки живем в 21 веке, если мы часть мира. Ну сколько же можно играть в этот царский союз, который прибух 30 лет как? Метро постоянно включают. А? Метро постоянно включают. Ну, мне от этого делается тоскливо, честно. Я считаю, что я не потерял способности вообще смотреть вокруг взглядом непредвзятым. Поэтому если мне что-то нравится, я с удовольствием об этом сообщу. Если мне что-то не нравится, я считаю себя вправе об этом сообщить, если это кому-то интересно. А можно, так уж раз мы заговорили про город, ну вот что-то хорошее, правда, вы видите в нашем городе? Становится чище, реставрируют какие-то здания, да. Мне вообще приятно, когда что-то происходит, откроются какие-то заведения, залы, рестораны. Замечательные, причем я по миру езжу там, да, и я могу сказать, что, ну, сейчас нигде нет таких ресторанов, как Москва, да. Вот реально просто по качеству. То есть то, что у нас, скажем, трудно доступна только в виде цены, например, да, в мире такое надо поискать по качеству. И вообще Москва люблю очень. Я здесь родился, всю жизнь живу. Я не могу сказать, что я какой-то человек, который на все смотрит, сморщив, ну, что упаси господь, что ли. Он городский открыл замечательный зал. Правда, 24 года это делал, но сделал, наконец. Я считаю, что будет один из лучших, который в Москве уже есть, да, и там будет интересная программа. Потому что, очень хорошо знаю Сашу, я не думаю, что он допустит, что там шло что-то неинтересное. Как, на Ваш взгляд, сейчас новым людям и новым талантливым людям пробиться проще, чем раньше? И много ли, на Ваш взгляд? Раньше мы не знали такого слова «пробиться». Поэтому я не очень понимаю, что это такое. Когда мы начали играть, у нас и в мыслях не было слова «пробиться». Куда пробиться? На советскую сцену это было невозможно. Просто хотелось это делать лучше. Мы понимали, что если мы будем лучше всех, то нас будут за это любить. Я не думаю, что это означает «пробиться». А сейчас, в первую очередь, думают о том, как пробиться, а потом, а что я буду делать, когда пробился? Что я покажу? И вообще, я кто? Я имею право что-то говорить, когда я уже пробился? Поэтому мне это не очень интересно, если что-то понятно. Талантливого человека учить не надо. Вот я встречал в жизни, к сожалению, нечасто, очень талантливого. И как раз им мне хотелось помочь, хотя я говорю, не может, это волосы. Они говорят, нет, спасибо, мы много сами, нам не надо помогать. Чем человек бездарный, тем он активнее требует, чтобы ему помогали. Взяли за руку, отвели в какое-то место, где становятся знаменитыми. Нет такого места. Тебя могут взять на первый канал, но если ты бездарность, на следующий день, после того, как тебя перестанут показывать, все про тебя забудут. А всю жизнь оттуда не связать, это тяжелая, опасная работа с искусством уже не связана. Про вашего сына спросить, он ведь тоже музыкант? Он ведь тоже пытается как-то себя... Он больше актер, чем музыкант. Он в последнее время занят постоянно в кинопроектах, в телевизионных проектах. Да, он ведет себя. На музыку у него остается, я думаю, не так много времени. И часто могу сказать, я не всегда успеваю следить на всеми телодвижениями. Я узнаю, что выступал, я даже не очень понимаю в этой викторионе музыки. У них свои тусовки, свои фестивали. А вот, то он написал какую-то музыку, любую английскую тупую фильмы. А музыка, которую он делает, она настолько далека от той музыки, которой занимаюсь я, что я могу это уважать на расстоянии. И радоваться, что он занимается своим любимым делом, не будет там. Хочу напоследок спросить о том, можно ли назвать вот какую-то, сейчас модно говорить, месседж, да? Я бы, наверное, процитировал моего любимого Олега Ивановича Янковского из фильма «То самое Минхаусе». Ну, хватит, я смотрю. Самые большие глупости на свете делаются в серьезном выражении в России. Субтитры сделал DimaTorzok